Доброе утро! Цикл дуа из Священного Кур'ана, который вы должны заучить по милости Аллаха. И я надеюсь, что вы уже заучили несколько из них. И у нас по счёту уже незаметно 11 урок. 11 дуа. Следите за микрофончиками. У кого? У муслима, пожалуйста. Включайте микрофоны. И у нас идёт запись. Всё это в YouTube будет выкладываться. Жалко будет, если вы там бесплатно будете. У нас сегодня, иншаллах, дуа со 126 аята Суры Аль-Араф. Раббана. Начинается. Африу алейна собрау вата вафана муслимин. То есть Господь наш. Не спошли нам терпение и умертви нас, мусульманами. Субханава. Какое прекрасное дуа. Такое дуа, которое действительно сейчас нам необходимо. Что сейчас только не творится на земле. Что происходит в Палестине. Что происходит в Украине, России, в Сомали, Камбодже, в Нигерии и так далее. Во многих странах, где мучают мусульман. Страдают именно мусульмане из рук неверующих. И это дуа нужно говорить тогда, когда нужно просить у Аллаха терпение. Раббана афригу алейна собрау вата вафана муслимин. Чтобы Аллах не спослал нам терпение и умертвил нас, мусульманам. Толкование Ас-Саади переводится этот аят. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа. Когда они явились к нам, Господь наш, не спошли нам терпение и умертви нас, мусульманами. То есть, эта история, которая до нас дошла как в виде дуа, связана полностью с историей фараона. В Коране про фараона говорится фираун. Что было во время фараона? То есть, помните, фараон правил всем Египтом и говорил, что он Господь. Чтобы все люди, которые там живут, говорили, что он Господь. Чтобы ему поклонялись и его слушались. История начинается с того, что они затеяли некий спор, кто из них могущественнее. Муса, алейсалям, тогда был пророком. Именно во время правления фараона Муса, мир ему, алейсалям, был ниспослан Аллахом, пророком, алейсалям. И с знамениями к фараону и его знати поступили с Муса, алейсалям, несправедливо. То есть, был лульм. Муса, алейсалям, говорил, о фараон, я посланник от Господа миров. Мне полагается говорить об Аллахе только правду. Я принёс вам ясное знамение от вашего Господа. Пошли же за мной сынов Исраиля. То есть, под сынами Исраиля подразумевались сыны Якуба. Мы знаем, Якуб был сыном Исхака, а Исхак был сыном Ибрахима, алейсалям. То есть, Ибрахим, алейсалям, помните, в самом первом дуае мы с вами разговаривали. С сыном Исмаилем построили Каабу, и за счёт которого была дуае. Раббана, такаббаль минна, инна ка анта ссамию ла лим. О, Аллах, примирь ты от нас, ведь ты слышащий и знающий. Тогда он построил Каабу с сыном Исмаилем. То есть, у Ибрахима, алейсалям, было два сына. От Исмаиля произошли арабы, от Исхака – евреи. По языку мы говорили, у них похожие языки семитские. От Исхака – у них жёны были разные. Родился сын Якуб, который тоже был пророком. От Якуба – 12 сыновей, и все про них говорится в Коране. Один из них – Юсуф, алейсалям, и ещё 11 братьев. Их было 12. И их называли сынами Исраиля. Всех евреев, сынов Якуба называют сынами Исраиля. Он сказал, если ты принёс знамение, то покажи его, если ты говоришь правду. То есть, они пошли в полемику, в спор. Фераун бросил вызов. Если ты пришёл со знамением, то покажи своё могущество, свои способности. Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Затем он вытащил руку, и она стала белой. То есть, света молока, такой светящийся для тех, кто смотрел на неё. И знать из рода фараона, что сказала? Воистину, он знающий колдун. То есть, они не поверили в эти чудеса, которые умел делать Муса, алейсалям. Вот Аллаха, Субхану Аталям. Он хочет вывезти вас из вашей страны. Что же вы посоветуете? Они сказали, повременись с ним, его братом, и разошли по городам сборщиков, чтобы они привели к себе всех знающих колдунов. То есть, с братом, имеется в виду, в Муса был брат Харун. Колдуны пришли к фараону и сказали, если мы одержим верх, то нам полагается вознаграждение. Он сказал, да, вы станете одними из приближённых. То есть, все колдуны того селения, того города, все собрались для того, чтобы показать своё колдовство и сразиться с Мусой, алейсалям, в этом деле. И хотели какое-то вознаграждение от фараона. Он сказал, бросайте. Когда же они бросили, то очаровали взоры людей, вселили в них страх и явили великое колдовство. Мы внушили Мусе, брось свой посох. И вот она, змея, стала заглядывать то, что они измыслили. Истина подтвердилась, и тщетным оказалось то, что они совершали. Они были повержены там и вернулись униженными. То есть, Муса, алейсалям, бросил свой посох, и тот превратился в живую змею, которая проглотила всё, что наколдовали колдуны. Вот так Аллах, Субхан Аталия, показал своё могущество. А колдуны что сделали? Они паленец. Сказали, мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Господа Харуна. То есть, все колдуны тут поняли, какое мощное было колдовство, так сказать, по их мнению, Муса, алейсалям. Но Муса, алейсалям, это не было колдовством, а было чудеса, чудом Аллаха, Субхан Аталия. И Фераун что сказал? Вы уверовали в него без моего дозволения? Сейчас у нас много президентов, тоже в некоторых странах мы слышим, что прежде чем, когда ты звонишь с другой стороны, или друг другу звонишь, нужно спросить, «А как вы, президент, поживаете?» То есть, как сперва президент поживает, а потом как мама поживает, папа поживает? То есть, прежде чем спросить, какие дела у сына, у дочери, у мамы, у папы, нужно сперва президента спросить, а потом членов семьи. Такие сейчас тоже у нас есть, так сказать, правители, несправедливые правители. И вот Фераун сказал, «Как вы так уверовали в Господа Мусы без моего дозволения?» «Воистину, это козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас». То есть, Фераун очень разозлился. Они сказали, «Воистину, мы возвращаемся к нашему Господу». И вот здесь как раз-таки они попросили дуая. «Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамение нашего Господа?» Когда они явились к нам, то есть они все увидели знамение Господа действительно, они уверовали. И вот тогда сделали дуа «Господь наш». Не спошли нам терпение и умертви нас мусульманами. Выслушав угрозы Ферауана, уверовавшие чародеи сказали, «Нас не беспокоит твое наказание, поскольку воздаяние Аллаха лучше и долговечнее. Делай с нами все, что тебе вздумается. Только скажи, почему ты порицаешь нас и угрожаешь нам? Ведь мы не совершали никакого греха. Мы просто уверовали, уверовали знамение нашего Господа, когда они явились к нам. Если это является грехом, за который человек заслуживает порицания и наказания, то мы действительно являемся грешниками». Они попросили Аллаха укрепить их веру и даровать им большое терпение. В пользу такого толкования свидетельствует то, что обстоятельства, что слово «сабр» — терпение стоит здесь в неопределённом состоянии. Они действительно нуждались в большом терпении, потому что на их долю выпало тяжёлое испытание. Они могли расстаться с жизнью. Они не знали, что сделает вера. Он убьёт их, накажет, отберёт. И только большое терпение могло придать им стойкость, укрепить их веру в их сердцах и избавить их от беспокойства. Они попросили Аллаха упокоить их мусульманами, покорными им, верными его посланнику. Из очевидного смысла коранических аятов следует, что фераон привёл свои угрозы в исполнении и что Всевышний Аллах укрепил веру в сердцах уверовавших чародеев. То есть что же касается фераона, фараона, знатных вельмушей, послушных и горожан, то они превознеслись над знамениями Аллаха и отвергли их без права на то. То есть они даже призвали фараона поскорее расправиться с мусульманами, полагая, что его проповеди лживы и порочны. Субханал, смотрите, это дуа с какой историей связан. И знатные люди из народа фераона сказали, неужели ты позволишь мусе его народу распространять на земле нечестие и отречься от себя и твоих богов? Богов, он сказал, мы будем убивать их сыновей и оставлять живых их женщин. Мы обладаем непоколебимой властью над ними. Мусс Алисам сказал своему народу, просите помощи Аллаха и терпите. Воистину земля принадлежит Аллаху. Он дарует её в наследие тому из своих рабов, кому пожелает. И благой конец уготован богобоязнь. Смотрите, народ выгоняли, то есть такая же ситуация, как сейчас. Из Палестины выгоняют евреи. И что сделали? Они попросили дуау Аллаха, чтобы Аллах даровал терпение и богобоязненности, и чтобы Аллах умертвил их мусульманами, будучи богобоязненными мусульманами. Они сказали нам, причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия. Он сказал, быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их приёмниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать. И что сделали? Аллах поразил род фараонов застушливыми годами, неурожаем плодов, чтобы они понимали, что это назидание. Когда их постигало добро, они говорили, это для нас. А когда их постигало зло, они связывали это с мусором, и с теми, кто был с ними. Они сказали, какие бы знамения ты не показывал, чтобы околдовать нас ими, мы не поверим тебе. И тогда что? Аллах наслал им и потоп, и саранчу, и вшей, и жад, и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились. Они были народом грешным. Когда наказание их поражало, они говорили, о, Муса, помолись за нас, твоему Господу, о том, что он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраиля. Так говорили. Когда же мы избавляли их от наказания Аллаха, Аллах говорит, когда мы их избавляем от наказания до определенного срока, то они потом нарушали это обещание. И Аллах что сделал? Потопил их в море. Вы знаете, что в итоге Аллах, суханаталя, их потопил в море, таким образом наказал. Мы знаем, что когда они погнали за Муссой, его народом, его последователями, они дошли до моря, и Мусс, алейсалям, не знал, куда деться. Впереди море, сзади войско фирауна. И он тут возвал к Аллаху с дуа. Аллах сказал, у него был посох, так как мы поняли. Он раз посохом об землю постучал, и тут море раскрылось, и они прошли через это море. А когда уже враги были тут, тут, у берега, море опять вернулось в исходное положение, они все погибли. Они все были уже утопленниками. Аллах, суханаталя, таким образом спас сынов Исраиля, всех последователей Муса, алейсалям, палал Аллаху. И сейчас даже там, где лежит фираун, исследовали научные ученые, у него в теле обнаружили соль, огромное количество соли в теле, его же не похоронили. Аллах не принял его, он не на земле, он не в могиле, то есть он как зомби, он не живой ни в этой жизни, и ни в той жизни, ни в могиле, мучается его душа за то, что он творил без чести, беззаконии. И вот эта соль, которая была обнаружена в его теле, говорит о том, что он утопился в море, а море было солёное. Давайте выучим это дуа. Здесь мы видим тафсир этих аятов, то есть за то, что мы уверовали в знамение то есть нашего господа они к нам пришли. Это были слова тех людей, которые уверовали в Мусу, алиссалям. И затем они воззвали каллаху. Еще раз. Господь наш, не спошли нам терпение и умертви нас мусульманами. Баракаллаху фикунна, пусть Аллах примет эти дуа всем нашим братьям и сестрам, которые сейчас терпят и получают испытания на этом пути. Субханакаллаху махамдика ащхада ла и ла хлян встах рюка на туб и лейк ассаляму алейкун ва рахматуллахи ва ракатахвате алейкум ассаляму рахматуллахи ва ракатахтах алейкум